Как зарабатывают на желающих вернуться в Союз? Как зарабатывают на желающих вернуться в Союз? 8 часов РИА Новости Александр Чернышев Начальник отдела внутренних дел ГУВД Московского госполкома Совета народных депутатов РИА Новости Александр Чернышев Москва, 13 апреля Новости Александр Чернышев Обсуждение министрами вопросов государственной важности по скайпу Заочные тюремные сроки за госизмену И четыре десятка так называемых ОВД Где штампуют удостоверение личности гражданина СССР Некоторые россияне до сих пор уверены, что живут в Советском Союзе Во всяком случае, старательно его возрождают Правда, пока на чужие российские рубли Исполкомы по всему СССР Здравствуйте, граждане СССР Совет народных депутатов принял решение о возобновлении работы органов Властью Союза Советских Социалистических Республик И назначил на должность председателя Президиума Верховного Совета Рюнову Валентину Ивановну До организации всенародных выборов На основании четвертой статьи Конституции 1977 года Референдума 17 марта 1991 года ВСССР обращается к своим гражданам и приглашает войти работниками Или выдвинуть достойных кандидатов для формирования органов управления нашей отчизной Объединимся для восстановления страны Призывают на видео женщина За ее спиной красный флаг с серпом и молотом Это не сон коммуниста Некие активисты решили возродить Советский Союз Правда, пока только в сети Началось все в феврале 2018 с того самого видеоролика Сегодня у Верховного Вождя Рюна Война YouTube канале чуть больше 30 тысяч подписчиков В основном пенсионеры По крайней мере, в скайп-конференциях по обсуждению вопросов государственной важности Участвуют главным образом пожилые люди Иногда на канале появляются индивидуальные выступления высшего руководства К примеру, июльское видео Глава Совмина Северо-Осетинская АССР на фоне ковра под советский гимн объявляет Что они тоже готовы действовать Качество записи, к сожалению, оставляет желать лучшего РИА Новости Александр Чернышев Сотрудники отдела внутренних дел ГУВД Московского госполкома Совета народных депутатов РИА Новости Александр Чернышев Сотрудники отдела внутренних дел ГУВД Московского госполкома Совета народных депутатов А вот из последнего Запись конца марта 2019-го Руководители Минсоцобеспечения, Управления регистрации и Минфина Две пенсионерки и женщина средних лет живо обсуждают по скайпу вопрос о пенсиях Министр соцобеспечения сразу заняла оборонительную позицию, указав, что, кроме пенсий, есть еще много задач утвердить расписание, составить бюджет Минфин кивает на Газбанк тот, как всегда, задерживает выплаты Третья участница совещания отмечает, чтобы получить пенсию, нужно для начала зарегистрироваться Демонстрирует временную справку Стоит это всего 300 рублей И добавляет, исполкомы уже есть по всему СССР Был, есть и будет Обшарпанный коридор в многоэтажке на станции метро Семеновская в Москве В дальнем конце дверь без опознавательных знаков, только номер 410 За дверью территория СССР А точнее, отдел внутренних дел ГУВД Московского горисполкома Совета народных депутатов В небольшой комнате за столом с компьютером заседает начальник Наталья Владимировна К. Вокруг еще пять человек Мы молодым людям всегда рады Сходу разворачивает агитацию мужчина в очках, перебивая руководство Пора будить спящих А ты как сознательный советский гражданин нам в этом поможешь Собираешь молодых людей, выбираете народного депутата и вперед, строить страну Корреспондент РИА Новости поинтересовался, сколько уже молодых людей встали на путь истинный Каждый день приходят новые оформлять документы Сколько приведешь, настолько и будет больше, уходит от ответа замполит РИА Новости Александр Чернышев Банкнота времен СССР с достоинством в 5 рублей РИА Новости Александр Чернышев Банкнота времен СССР с достоинством в 5 рублей А что вы можете им предложить? Ты как закалялась сталь смотрел? Много там молодежи предлагали Вступает в разговор другой советский гражданин Пока все работает на общественных началах Сейчас наши деньги лежат в заграничных и российских банках То есть лежат бумажки, обеспеченные нашим золотом, бельбарики, билет Банка России Примечания редакторов Но как только нам вернут золото, все круто поменяется Хотя деньги только один из политических инструментов Можно вообще без них обойтись На работе получил талончик и обменял на еду Понять, что это за банки и когда же вернут золото, непросто Разжевать элементарные истины берется пролетарий Людмила Попутно она гордо разворачивает советскую пятирублевку СССР был, есть и будет Многие об этом не знают Просвещаем людей через YouTube Дали бы нам телевидение уже завтра бы все в Союзе жили Правда, нас по телевизору уже несколько раз показывали Но почему-то выставляли какими-то сумасшедшими Можно не платить Пока остальные горячо объясняют Почему Союз победит Начальник Московского ОВД спорит с не менее важным коллегой Руководителем контрольно-ревизионной службы Раиса Александровна О бюрократических препонах в получении временного удостоверения личности гражданина СССР Обсуждают мою ситуацию У него уже не было никогда советского паспорта Да и свидетельство о рождении российское Значит, нужны документы родителей Выдруг они американцы? Это РФ всем подряд гражданство дает А СССР только после тщательной проверки Не унимается Раиса Александровна 2 декабря 2018 года 8 часов В Петербурге Лжукен Сул торговал паспортами несуществующего государства Впрочем, министерствам удалось договориться Что документы корреспондент РИА Новости Об этом они не знают Позже перешлет по электронному адресу У тебя ипотека есть? А кредиты? Неожиданно спрашивает один из пенсионеров Нет, а что? А то можно по этим обязательствам не платить Банки не имеют права нас кредитовать Нет такого вида деятельности Дает мудрый совет новый собеседник Утром справка Вечером пенсия Украдкой спрашиваю у начальника ОВД Какую должность занимает товарищ неплательщик? Мой муж Вот думаю, куда пристроить? А ты можешь для своих родителей должность подобрать? Предлагает Наталья Владимировна И открывает передо мной вкладку Отдел кадров на сайте СССР Союз Советских Социалистических Республик Страницы сайта Союз Советских Социалистических Республик Союз Советских Социалистических Республик Страницы сайта Союз Советских Социалистических Республик В гоструктуру СССР требуются специалисты в области банковского дела, здравоохранения, сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности, экономисты, финансисты, бухгалтеры и другие. Необходимые документы, автобиография, анкета, заявления о приеме на работу, говорится в разделе. Документы можно отправить по электронной почте в отдел кадров ВС или в отдел кадров Минсецобеспечения РСФСР. В разделе «Документы СССР» ссылки на Википедию. К примеру, на статью «Собрание законов СССР» есть и свежие документы, приговор Верховного Суда СССР целому списку людей с 20-летними заочными сроками лишения свободы реальной тюрьмы пока нет. Однако интереснее всего сообщение во вкладке «Новости», Верховный Совет СССР принял решение установить государственные пенсии на переходный период до 1 января 2022 года в размере 850 тысяч рублей, билетов Банка России, независимо от стажа, вредности, инвалидности и т.д. Начисление будет производиться с декабря 2018 года. Предлагаем всем пенсионерам получить справки об утрате паспорта гражданина СССР, чтобы потом получить новый паспорт и подать документы на оформление государственной советской пенсии. РИА Новости, Александр Чернышев, начальник отдела внутренних дел ГУВД Московского Горисполкома Совета Народных Депутатов. РИА Новости, Александр Чернышев, начальник отдела внутренних дел ГУВД Московского Горисполкома Совета Народных Депутатов. Видимо, этим и объясняется то, что на главной странице сайта сразу бросается в глаза список паспортно-визовых служб всего 42 по России. Пенсии, кстати, пока никто никому не выплачивал. А вот по 300 рублей с человека только одно московское отделение, как сообщило мне его начальник, оформляет в день с десяток. Что-то уходит на аренду помещения, сколько остается неизвестно. Но оставаться будет уж точно больше, когда справки начнут менять на настоящие паспорта уже за 3000 рублей. Приводи молодежь, смотри. Ютьюб. Мой документ готов. Вручает его почему-то не начальник ОВД, а ее муж. Крепко пожимает руку. Звучат поздравления и даже аплодисменты. Теперь ты советский гражданин. На плотном бумажном листе А4 сверху красуется герб Советского Союза. Под ним фото гражданина и личные данные. Ниже текст. На основании постановления Совета Министров СССР номер 677 от 28 августа 1974 года об утверждении положения о паспортной системе в СССР. Настоящая справка является временным удостоверением личности гражданина СССР взамен незаконно изъятого паспорта или по достижении 16-летнего возраста гражданина СССР на основании свидетельства о рождении. Внизу серия. Номер. Дата. Подпись. Печать МВД СССР. На оборотной стороне свидетельство о рождении и прописка. ВРСФСР. К документу прилагается квитанция об оплате тоже со всеми штампами и подписями. РИА Новости. Александр Чернышев. Справка гражданина СССР. РИА Новости. Александр Чернышев. Справка гражданина СССР. Напоследок мне дружно напоминают. Приводи молодежь. Смотри наш канал на YouTube. Параллельно звонят в типографию и выясняют, что нужно, чтобы напечатать паспорта. Кажется, рановата новость на том конце провода о том, что готовы заняться партией не меньше чем 500 штук, заметно расстраивает советских граждан. Юристы, которых мы попросили прокомментировать деятельность то ли активистов, то ли обычных аферистов, в свою очередь, уверяют, законность подобных действий вопрос спорный. Понятно, что за 300 рублей вам вручают не документ, а Фелькину грамоту, не имеющую юридической силы, предупреждает адвокат Антон Пуляев. Если при этом продавец утверждает, что с ней вы сможете оформить, к примеру, билеты на самолет, то он вводит вас в заблуждение, а это уже мошенничество. Если же говорит открыто, что это просто бумажка, то нарушения нет. С таким же успехом можно купить участок на Луне. Что касается информации, размещенной на их сайте, она может попадать под недавно вступивший в силу закон об оскорблении власти. Однако этот вопрос требует детального изучения контента.